Меня зовут Гузель Люманова, я приветствую вас на своем канале и в этом видео по традиции я поделюсь с вами своими покупками уже по 9 каталогу 2023 года. Покупки я делаю традиционно в складчину, у меня в этом каталоге не может быть супер такой большой заказ, но и знаете каталог не супер большой, этот каталог 9, он у нас достаточно шустрый и стремительный, у нас всего 2 недели, но за эти 2 недели, поверьте, есть чем поживиться и есть чему порадоваться, да, что посмотреть, что понадкусывать и в общем-то что заказать. Ну конечно же хочу начать свой обзор с, как вы поняли, на лояльности, лояльность у нас теперь почти каждый каталог, ну как почти, каждый каталог, что уж там, и вот тут даже видите немножечко супчик торчит, но сейчас я про него тоже расскажу. Что в этом каталоге в лояльности? Ну во-первых, 50% скидка на любой продукт, исключая на Вэйдж, Норхин, Майнд Муд, да, эту акцию анонсировали буквально пару дней назад, и я так и думала, о, как здорово, как приятненько, хотя я честно говоря думала, что мы только заберем очки за 149 рублей и все. А вот, а вот все, да не все, еще компания много всяких штучечек, фишечек, плюшечек для нас приготовила. Очки традиционно в коробочке, да, как и вся серия Арифлейн Эксклюзив, она вот в таком подарочном, красивом формате. Вы знаете, мне, кстати, спросили, а очки-то понятно у вас по акции, а коробочка-то вот к ним, это же надо отдельно докупать. Меня этот вопрос очень удивил, потому что мне бы, например, он в голову не пришел. Ну, наверное, потому что я давно в Арифлейме, и я знаю, что если Арифлейм прилагает в лояльности или не в лояльности очки, ну, да, это не важно, то обязательно, ну, в чем-то, то есть голые очки не будут продаваться, то есть они будут обязательно в какой-нибудь чехольчике, пусть, да, если это Арифлейм Эксклюзив, то это прям капитальный чехольчик. Значит, брюки превращаются, открываю при вас коробочку, да, вас, кстати, не открывала. Поскольку каталог стремительный, самое первое, что я сделала, когда забрала заказ, сами понимаете, быстренько к вам. Здесь традиционно для Арифлейм Эксклюзив вот такой вот твердый чехольчик, чехольчик капитальный, да, футлярчик, даже если на него сесть, как показала практика, мне кажется, большинство очков именно от этого погибаются неестественной своей смертью, то, в общем-то, очкам ничего не будет. Он очень здорово вот так вот сделан. Я не удивляюсь, потому что предыдущие аксессуары тоже были вот в таком же чехле. И вот они непосредственно сами очки. Здесь обязательно тряпочка, да, для того, чтобы протереть с логотипом, кстати, Арифлейм Эксклюзив. Нет, это не тряпочка, смотрите, здесь еще вот такой вот мешочек для этих очков. Я, честно говоря, думала, что это тряпочка. Смотрите, какие молодцы, какие продуманные. И, собственно, вот они очки, да, вот с такими дужками. Дужки достаточно плотно, да, держатся. Мне этим, кстати, и нравятся, и они такие достаточно крупные. Выглядят, на мой взгляд, симпатично и довольно стильно. Чем мне еще нравятся такие большие оправы? Они подходят под любую форму лица. Может быть, вы круглолицая, либо у вас вытянутое лицо. Неважно, какую форму ваше лицо, они вам в любом случае подойдут. Ну, вот приблизительно вот так. Да, они крупные, но, мне кажется, достаточно стильно смотрятся. Как вам? Для тех, кто взял очки по лояльности. Ну, кто-то же еще вот так вместо ободка носит. Для тех, кто взял очки по лояльности и ему показалось, что они ему не подошли, подчеркиваю, показалось, всегда можно, я не знаю, подарить. В конце концов, что можно сейчас купить в магазине за 149 рублей? Верно? Ничего. Ну, почти ничего. Поэтому забирайте. У кого в заказе было 50 баллов бонуса по каталогу 8, соответственно, с 50 баллов заказом по каталогу номер 9, очки ваши и 50% скидочков. Что еще в моем заказе? В моем заказе вот такие малышарики Dream Cream, крем мечты. Это такой мини-формат, и мне он очень нравится. Он такой у нас один, эксклюзивный, да, поменялась упаковка. В составе, кстати, этого крема миндальное масло. Здесь витамин Е. Он очень хорошо увлажняет кожу рук, и, естественно, он очень-очень удобен. У него такой нежный пудровый такой цветочный аромат, ну и при этом очень красивое оформление, поэтому советую. Я беру еще на презенты. У меня есть девчонки, кто очень-очень любит этот Dream Cream, но я еще беру на презенты, потому что, знаете как, ну сейчас особенно летом такие громоздкие сумки девчонки стараются не носить, что-нибудь такое маленькое, а такой кремушек поместится в абсолютно любую сумочку. Что еще в моем заказе? Давайте, наверное... А, кстати, вот, приехал еще, приехал такой бритвенный станок и запасные лезвия. И меня так удивила упаковка. Раньше она была не такая. Сейчас она какая-то, мне кажется, слишком красивая для бритвенного станка и для запасных лезвий. Не находите? Можно, кстати, вот так вот комплектом дарить. Ну, это для староверов. Ну, может, среди вас есть такие. Еще в моем заказе вот такой вот спонжик коньяку. А спонжик коньяку я рассказывала в предыдущих своих обзорах. Это натуральная такая губочка, которая очень хорошо отшелушивает, да, и глубоко, прям глубоко очищает. Хотя, когда ты пользуешься этой губкой, кажется, ну что, ну так, достаточно мягенькая. То есть, ей пользоваться очень-очень комфортно, при этом она свое дело хорошо знает и умеет. Вообще, это растение, оно такого светлого, полупрозрачного такого цвета. И очень часто, добавляя что-то в эти губочки, да, соответственно, окрашиваются они в другой цвет. То есть, вы видели в моих обзорах белую губочку, да, белый спонжик коньяку. Вы видели в моих обзорах черненький кругленький спонжик коньяку для лица. И вот теперь красная вот такая вот красивая губочка для лица. Знаете, почему она красная? Потому что в ее состав добавлено глиной. Она так и называется спонж коньяку с красной глиной. Черный, соответственно, с углем, да. То есть, цвет это еще вам такой ориентир по составу. Красная глина, как известно, очень тоже хорошо, позитивно влияет на кожу и очень хорошо ее очищает. Что еще в моем заказе? Не спонжами же едиными, ну и красивыми бритвенными станками. В моем заказе, конечно же, серия Love Nature. И я этой серии могу петь оды, потому что это на 98% натуральная серия, да, состоящая из натуральных компонентов. И это серия, которая состоит из органики. Что такое органика? Наверняка обращали внимание в магазинах и на сайтах других производителей. Не важно, касается это еды или косметики. Все, что органическое, то, в общем-то, в цене значительно выше. И я так и думаю, что это может быть мода, поэтому все пишут органическое. Ну, знаете, такое вот дань моде. Но на самом деле органическое это значит то, что выращено без каких-то бустеров, без каких-то химикатов, без дополнительных каких-то усилителей, которые помогают улучшить внешний вид, да, и сделать, ну, таким овощ, фрукт, например, более привлекательным. И, кстати, на всю серию Love Nature даже есть сертификат. Это очень здорово. И также серия Love Nature еще хороша тем, что вся ее упаковка состоит из переработанного пластика. Если мы говорим о мыле, это очень вкусное мыло. У меня в заказе малина и мята. Здесь оно пахнет даже через упаковку. Им очень приятно лишний раз пользоваться. Всегда даже будешь искать повод лишний раз им попользоваться, на самом деле. Еще в моем заказе из мыла Love Nature вот такой вот кокос. Дыни, вернее, кокосовая вода. И вы знаете, я уже тоже рассказывала про этот кокос. Вот это такая штука, когда мама говорит, ой, фу, сладкое не люблю, все, не люблю, не надо мне сладкое. Здесь слишком сладко все пахнет. И тут такая малина и мята, закажи, вот эту дыню тоже закажи, она мне понравилась. Говорит, ты же не любишь сладкое. Она говорит, ну вот, что любишь, не любишь, а вот это вот мне понравилось. Ну, то есть и вкусы тоже могут меняться, поэтому обязательно тоже обратите внимание на Love Nature. Еще в Love Nature идут по акции вот такие масочки. И что мне нравится в этих масочках, это, конечно же, состав, это, конечно же, упаковка очень удобная. Можно брать с собой, и мне одной упаковки хватает на два раза. И, конечно же, выбор, потому что если хотите кожу подпитать, например, да, то можно выбрать вот такую кремовую масочку с авокадо. Если хотите к коже добавить сияние, то можно выбрать вот такую вот гелевую масочку с апельсином, да, с апельсиновой косточкой. То есть выбор большой, и по цене это очень-очень доступно. Если раньше уход качественный, хороший уход, он был такой, знаете, привилегии только тех, у кого доход выше среднего, то сейчас Reflame дает возможность ухаживать качественно, ухаживать за собой дома. Даже если у тебя там, ну, достаточно скромный доход. Давайте так. Что еще из Lafnatch? Из Lafnatch у меня еще вот такой крем для душа с абрикосом, да, и с овсом. Еще из Lafnatch у меня, конечно же, малина и мята. Они тоже нельзя, да, ну, и мне кажется, ее нельзя пропустить. Она всегда в каталоге, когда идет по акции. Мне кажется, она есть, наверное, в каждом заказе. Вот такая густая, с зелененькими такими косточками. Кстати, обратите еще внимание на Lafnatch, и еще плюс из-за того, что везде компания, где используют абразивы, да, эксфолианты. То есть это такие вот маленькие частички, вот здесь вот они такие маленькие, зелененькие, которые помогают, да, такие помогаторы в отшелушивании. В том, чтобы немножко отшлифовать верхний слой кожи, да, и убрать вот эти вот орговевшие частички, и дать свободу новеньким уже обновленным, хорошеньким, розовеньким таким клеточкам. Так вот, для того, чтобы вот добавить сюда вот эти абразивы, там вот эти вот частички, компания не использует гранулы микропластика, как это делают, ну, например, многие другие производители. Компания использует натуральные вот эти эксфолианты. То есть если мы говорим про малину и мяту, да, то здесь будут вот эти вот косточки клубничные. Я прям даже представила, как люди сидят специально обученные, да, и, значит, из клубники выковыривают тебе косточки. Это не шутка, мы встретились, мы шутки. Я говорю правду, вот вы даже можете посмотреть. Кстати, не только в Love Nature компании используют вот эти натуральные отшелушивающие частички. Еще в нескольких продуктах, в Scruby Optimals, например, для лица, там миндальная косточка, да, миндальная скутлупа. То есть если вы посмотрите поближе, да, вот так еще ближе на продукты Reflame, то если разбирать каждый, то, не знаю, это просто какой-то кладезь. И все эти ингредиенты, они подобраны не просто так, они подобраны, да, там, не рандомным образом, а таким образом для того, чтобы максимально отдать коже самое полезное. Это очень здорово, спасибо большое компании, потому что и доступно, и качественно, и все продумано, да. Что еще из Love Nature? Это, конечно же, вот этот вот гигант, да. Я уже подбираюсь к концу своего гиганта, не прошло и года. Не смейтесь, я сама над собой каждый раз смеюсь, достаю такая, думаю, ну, поехали, лосьон, нам с тобой надо закончиться. Есть же люди, кто прям быстро может. Да, я не быстро, ну, потому что, вот, знаете, еще, еще другое хочется попробовать. Но смену вот готовлю. Опять-таки, да, сюда масло какао входит, сюда кокосовое масло входит. Все это рассчитано на то, чтобы хорошенечко увлажнить кожу. Самое интересное, что все наши масла для тела, они очень, лосьоны, они очень комфортные. Не остается вот этого какого-то супер жирного, липкого, какого-то такого ощущения, которое, знаете, иногда потом хочется пойти и прям, на самом деле, еще раз помыться, еще раз мыть. Нет, такого абсолютно нет. Еще, конечно, из Love Nature у меня новинки детские. Вот такая, вот такая геля, гель для душа, и он как и шампунька идет, и как гель для душа для детишек с голубикой. Здесь еще должна быть мочалочка, я ее закажу, как только появится, да. Биоразогайма, опять-таки, формула. И, кстати, голубика очень-очень полезна, известна своими свойствами, да, в ее состав входит и витамин С, и витамин А. И, кстати, голубика один из немногих, как выяснилось, таких настоящих продуктов, которые от природы окрашены в ярко-темно даже синий цвет. Это значит, что этот фрукт содержит очень-очень много витаминов и антиоксидантов. Вот, поэтому для детишек все самое-самое лучшее. А еще в этой серии, мы, кстати, вот пить их несколько. Хотя, что для детишек? Ну, если для детишек можно, то и взрослым, вы знаете, можно. А еще из этой же серии у меня вот такая вот маракуйя. Тоже, мне кажется, очень-очень вкусная. Здесь тоже и пластик переработанный, и, как и вся серия Love Nature, здесь нет ни парабенов, ни силиконов. Ничего такого вредного, да, чего не хотелось бы наносить на себя, и уж тем более на детей. А еще, кстати, в этой серии появилась вот такая же мылка с маракуйей. Сейчас я вам покажу. Выглядит как конфеты. Не знаю, мне кажется, хочется прям вот слопать. Вот так в комплекте можно подарить. И так не пахнет, но я думаю, что когда откроете, будет очень-очень вкусно пахнуть. В общем, для маленьких, самых главных людей и их родителей. Еще, что в моем заказе. Еще в моем заказе серия Nord, кстати. Вот такое средство для мытья мужчины. Сейчас белый Nord идет по акции. Еще в моем заказе серия Actively шариковый дезодорант. Еще, так, здесь у меня еще... А, вот, кремушек для рук, большой объем. Кстати, там был значок, что снимается с производства. Надеюсь, что это будет ребрендинг, потому что крем с маслом Макадамия – это очень классная питательная история. При этом очень-очень такой вкусный, нежно-ванильно-такой вот сливочный аромат. Мне очень нравится. Кстати, даже через упаковку пахнет. Кстати, наверное, вы обратили внимание, я очень часто говорю, пахнет, 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 пахнет. Я нюхач. Для меня это очень важно, да. Если мне не нравится где-то что-то, как пахнет, я не то, что не с удовольствием пользуюсь этим продуктом. Я вообще не пользуюсь этим продуктом. Вот. Поэтому... А вот еще одно мыло, кстати, нашла манговое. Еще и, кстати, из серии Love Nature у меня вот такая вот масочка с папайей, да, которая дает очень красивый такой блеск волос. И волосы прям, знаете, они такие сыпучие становятся. Есть один минус. Крабик, которым, возможно, вы пользуетесь. Я пользуюсь достаточно часто крабиками. Крабик перестаю держать. То есть из крабика волосы, они настолько мягкие, настолько шелковистые, что они из крабика прям сыпятся вот туда. Ну, самое главное, чтобы не с головы сыпались, конечно. И здесь, кстати, парикмахер подсказала, что лучше по минимуму использовать крабы, но по максимуму использовать, если ты уже тебе надо собрать волосы, шелковую резиночку какую-то. Я говорю, ну, блин, шелковая резиночка, она же будет как-то сползать с волос. На что мне намекнули, что, в общем-то, вот так затянуть хвост и ходить, как я раньше с утра до вечера, это вообще не очень полезно для волос. Поэтому если надо убрать, то, значит, пользуйся специальной резиночкой, а лучше распускать, потому что это полезнее для волос и для кожи головы. Вот вам еще лайфхак. Хозяйки на заметку, да? Еще в моем заказе вот такая зубная паста. У нас очень хорошие зубные пасты. Мне не нравится. У них такой неедкий, да, ментоловый такой вкус. И при этом можно выбрать разную в зависимости, да, от ваших запросов. Хотите для чувствительных зубов, хотите отбеливающих. Мне очень нравится отбеливающие, но постоянно пользоваться отбеливающие тоже не очень хорошо, потому что там есть абразивы. Не из клубничной косточки, специальные для зубов, но тем не менее. Да, будут отбеливаться на зубы, на пару тонов будет светлее, но лучше, да, не пользоваться отбеливающими пастами, как я уже говорила, на регулярной основе, потому что лучше чередовать хотя бы, потому что отбеливание уж тоже не супер полезно. Ну и вообще, знаете, у меня вопрос к тем людям, которые отбеливают свои зубы до состояния, когда, ну как-то неестественно даже улыбка выглядит, потому что свои зубы не бывают такими кристально-белыми от природы, ну вот они ни у одного человека так не бывают. Это уже, мне кажется, такая какая-то искусственная штука. Хотя никого не осуждая на вкус и цвет. Вот кому-то нравится, чтобы вот была прям белоснежная улыбка. Кто-то очень переживает. У меня вот приятница была, она очень переживала, когда, как только там что-то, какой-то налет появлялся на зубах, она говорила, все, перестаю пить чай. Она могла пить кипяток, чтобы не окрашивались зубы. Я так люблю чай, крепкий, черный такой. Я так люблю кофе, что я ради белизны зубов уж точно от этих напитков не смогу отказаться, потому что и чай, и кофе я пью по несколько раз на дню каждый день. И вот буду ходить с такими зубами, с какими хожу. Но зато свои, знаете, тоже плюс-то есть. Так, и еще в моем заказе вот такая вот пензочка. Это не для меня, а для приятельницы. Ну, она такая двусторонняя, если что. Так, еще что? Еще, кстати, вот такие вот спонжики себе заказала. Очень мне неудобные, отрывные такие плотненькие. Любую тональную основу, ну, кроме в стике. Хотя в стике вот тоже можно как-то, да, тушевать спонжем. Ну, я это делаю пальцами, естественно, по-простому. А вот эти спонжи для жидких текстур мне очень-очень нравятся. Еще в моем заказе вот такое мыло с шафраном и пачули с эфирными маслами серии Сен-Секуа. Очень тоже вам советую, если не знаете эту серию, познакомьтесь поближе, поприцельнее, потому что у меня все, даже бывшие коллеги, кто хотя бы один раз заказал эту серию, они потом уже, ну, не то, что не остановить, но они с большим удовольствием продолжают ее пользоваться. А еще, кстати, в моем заказе из серии Сеншел вот такая вот умывалка. Говоря об умывалках и вообще об уходе за лицом, в моем заказе еще два вот таких вот средства. Urban Guard 3D. Это средство мне нравится чем? Я его, честно говоря, долго на него смотрела, 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 потом увидела отзывы в чатах, да, то есть я не вот прям сразу взяла его и заказала. Но когда начала пользоваться, я думаю, боже, какая прелесть. Чем хорошо это средство? Смотрите, это средство три в одном. То есть это и скраб, и маска, и очищение. Как использую его я? Как искраб, маску и очищение? То есть я наношу на лицо, допустим, утром проснулась, наношу на лицо. Исключаю, естественно, области вокруг глаз нашу, самую нежную, деликатную. Пока чистишь зубы, пока туда и сюда. И там, значит, это все дело как-то само там по себе работает. Это вообще идеальный вариант, когда все само работает. Согласитесь? А вы можете в это время там другими делами заняться. Вот она продуктивность. Значит, пока ты чистишь зубы, оно там все почистило тебе. Потом я беру губочку нашу кругленькую. И аккуратно теплой водичкой все это дело смываю. Очень комфортно. Ничего не сушит, ничего не стягивает. И самое интересное, только потом разглядела, там есть такие малюсенькие, малюсенькие абразивные частички. А знаете, что это за абразивные частички? Это косточки голубики. Представляете? Reflame вообще, вот я говорю серьезно, посмотрите, присмотритесь к сериям, к продуктам вот прям поближе. Вы столько нового для себя откроете. Я для себя всегда что-то новое открываю. Думаю, господи, ну вроде уже все уже знаешь. Ну и вроде как-то повторяется, да, что-то в каталогах. А потом раз, и вот оказывается, да и все, да и не все можно знать-то. Еще, что в составе этого очищающего средства, еще салициловая кислота. Она помогает глубоко поры очистить. Ну и также, да, с пигментацией хорошо работает. Поэтому очень вам советую это средство. Еще, кстати, при покупке Optimus идет мицеллярка по акции. А у меня она закончилась. Но, честно говоря, я сейчас пользуюсь другими средствами, поэтому не стала дозаказывать. Но кому надо, кому нравится вот эта увлажняющая мицеллярка, тоже очень вам советую. Да, ее плюс к средствам Optimus есть какие-то, будете заказывать. Добавьте. Почему нет? Чтобы не быть голословной, да, вот у меня пошло прям очень хорошо в ход. Поэтому, ребята, классное средство. Кто еще пока его для себя не открыл, открываем. Еще что в моем заказе? В моем заказе еще вот такая пудра из сериа Oncala. Там у меня их две. Пудра хорошая. Здесь, конечно же, в этой пудре есть один такой небольшой, ну не знаю, удобство-неудобство. Ну, в общем, да, здесь нет зеркала, видите? То есть обычно в пудрах есть из Дуан, в Джадане вы берете, там есть пудра. У Oncala это бюджетный вариант, но по составу он очень хороший и по своим действиям очень хороший. То есть не смотрите на то, что цена там 300 рублей, значит, ну там, да, вот не очень. Возьму пудру за 900. То есть Reflame чем хорош, что диапазон есть и за 300 рублей пудра, есть и за 600 рублей пудра, а есть за 1000 рублей пудра. Ты тут выбираешь, что тебе больше нравится. Но это не значит, что пудра за 300 рублей, она какая-то вот, да, не очень. Видите, я уже почти закончила, поэтому очень. А еще, кстати, приятельница такая говорит, слушай, закажи мне румяна в шариках. В этом каталоге они как раз идут по акции. Я так на нее смотрю и говорю, а вот румяна в шариках, они, ну вот что, как-то потерялись у тебя? Или что-то с ними случилось, рассыпались? Я так на нее смотрю и говорю, в смысле? У меня, говорит, за несколько лет румяна в шариках закончились. Я говорю, как закончились? Она на меня, я на нее вот так вот. Я говорю, видишь, в чем дело? Вот у меня румяна в шариках лет 500, и они никак не заканчиваются. Единственное, какая убыль, естественно, у меня получается у румяна в шариках, это тогда, когда ты там что-нибудь открываешь, кто-то что-то задел, я не знаю, ты там что-нибудь локтем задела, и у тебя, значит, там пару шариков куда-то отлетело. Это я называю естественной убылью. Я ей заказала румяна в шариках, они в трех оттенках, сейчас идут по акции. И такая достала свои, думаю, может быть, мне тоже надо заказать. Открыла, посмотрела и думаю, нет, здесь еще на 500 лет хватит, потому что они почти как новые. Чем хороши румяна в шариках наши? Я не знаю, как у других производителей, да, я вам не скажу за всю Одессу. Я могу сказать за Арифлейм. Мне кажется, с этим продуктом знакомы, ну, если не все, то абсолютно все. Румяна в шариках наши делаются в Италии, запекаются вручную в специальных печах, и они сбалансированы по оттенкам. И видите, здесь разные шарики. То есть в состав румяна бронзера, да, входит что? Три вида шариков. И румяна, и бронзер. Хайлайтер, что очень логично. И хайлайтер, да, то есть вы их смешиваете, наносите, и, соответственно, получаете нужный оттенок. Если вам нужно добавить еще там, например, розовый или убавить, да, вы можете разделить по цветам, значит, сами шарики и регулировать самостоятельно и оттенок, и, соответственно, интенсивность. Наносите кистью, и будет вам счастье. Вот мои прямо видно. Они, видите, такие неравномерные, потому что кистью уже хорошенечко потертые, но при этом тут их много. Я, кстати, сюда пересыпала румяна еще из предыдущего издания, потому что там уже коробочка приказала долго жить. Какие-то нескончаемые. Ну, во всяком случае, у меня. Я не знаю, как у вас. Может быть, среди вас тоже есть такие супер-бизоны, у кого, значит, румяна в шариках за год съедаются. У меня нет. Мне надолго хватает, но заказать могу. Ну и, конечно же, упаковка очень классная. Закрыл. Ничего не рассыпется. Все очень красивое. Одно удовольствие. Вообще, Джордане – это удовольствие. Еще из моей серии, кстати, из моей серии, из моего заказа, можно увидеть три вот такие туши, тоже супер-туши для удовольствия. Я заказываю всегда в нескольких экземплярах, потому что девчонки просят, и никогда не получается такого, что тушь идет по акции, да, и ее никто не заказывает. Нет, обязательно кто-нибудь-то один, два, три скажет «мне мою тушь». Хорошо. Кстати, пока им их тушь, мне мою тушь, да. Здесь 5 в 1 сейчас идет по акции. Туши XXL – это, как я говорю, щеточка как в 5 в 1, только более лохматая. Еще, кстати, чем хороша вот эта тушь 5 в 1, да, здесь специальная технология для ресничек, для роста, для здоровья ресничек, разработанная, в составе которой есть кокосовое масло. И многие девочки обращают внимание, и я тоже обратила внимание, что когда пользуешься нашей тушью регулярно, да, то потом свои реснички становятся такие более пушистенькие, более толстенькие. Поэтому очень советую. Вообще, очень здорово, что Reflame, видите, настолько все сбалансировано и настолько все классно, что использование рутины, оно превращается в одно большое сплошное удовольствие. Еще в моем заказе пробник какой-то помадки, посмотрю потом, какой красивые оттенки. Иногда очень неожиданные оттенки, но, как я уже говорила, да, в этом и есть плюс, потому что, ну, сам себе, может быть, и не закажешь такое, а посмотреть, как оно за рубль всегда можно. Иногда, кстати, вот такие вот пробнички я раскидываю по девчонкам. Стука радости. Я вообще, честно говоря, ну, мы в хорошем смысле в Reflame зажрались, потому что во многих других магазинах столько там пробников, каких-то акций, каких-то лояльностей. Каждые 2-3 недели не придумывают. А если придумывают, то там, знаете, что-то типа, сделай заказ там на 100 тысяч миллионов, будет тебе бесплатная доставка. В Reflame тоже бывает бесплатная доставка, да. Ну, хоть не так часто, но бывает мелочь, а приятно. Но набирать на 100 тысяч миллионов специально не нужно, потому что сейчас, например, идет акция по доставке, да, она при заказе 4,5 тысяч рублей. 4,5 тысячи рублей – это где-то около 60 баллов. Все равно получается, если ты там идешь на очки, идешь на какую-то любую другую лояльность, получается. Никому ничего не продавая, да. Ну, есть девчонки, кто продает, кто занимается прям серьезно продажами. Ну, у тех, знаете, вопрос вообще не стоит. 4,5 тысяч, а сколько? 45 тысяч – это вообще легко. Я не такой в этом смысле силач. Я могу посоветовать, могу поделиться опытом, да, но вот продавать в таких оптовых масштабах я не умею и никогда не умела. Мне кажется, что, наверное, вряд ли у меня получится. То есть это люди, которые, наверное, должны как-то вот кайфовать от этого, да, кто этим занимается. Иначе без удовольствия, наверное, очень и очень сложно. Хотя ситуация бывает разная. Так, что еще в моем заказе? В моем заказе специально смягчающее средство, да, сейчас с черной смородинкой. Еще в моем заказе консилер. Консилер, кстати, помимо каталога, да, вы еще можете в распродаже много чего зацепить нужного, важного. Поэтому обязательно тоже туда заглядывайте. На втором шаге оформления заказа вниз пролистывайте, и можно там много новенького для себя интересненького увидеть. Я, кстати, еще из этой распродажи схватила патчи вот такие под глаза. Очень классная штука для того, чтобы не сыпалось ничего, да, патчи наклеила. Стрелочки прям по патчам провела, и потом патчи отклеила. Шикарно! И все-таки, знаете, ой, ну ты красиво красишься, ты там то-то-сё-то. Ну, просто есть определенные секретики. Еще в моем заказе, говоря о, кстати, вот два мини, да, аромата. Сейчас малышки тоже идут по акции. Здесь диван голубой, и здесь эссенза, не голубая, а золотая. Еще в моем заказе, кстати, говоря о лояльности с 50% скидкой, я взяла позе с Абсолют. Здесь, в составе этого аромата, как я уже рассказывала в своих предыдущих распаковках, мне он очень-очень-очень, прям очень-очень-очень нравится в последнее время, я прям на него здорово подсела. Что здесь? Здесь гранатовые нотки, здесь Абсолют Асмантуса, здесь Амбровая древесина. И все это вместе создает такой сладковатый, но при этом неприторный, приятный шлейф с такой вот немножечко гранатовой кислиночкой. Я взяла этот аромат по акции с 50% скидкой. И как это выглядит в деньгах, да, то есть если по каталогу, по регулярной цене этот аромат стоит 3900 рублей, то по акции лояльности он получается там 1500 с копейками. Я считаю, что это очень даже хорошая возможность, да, позволить себе то, что, возможно, ты очень-очень давно хотела, заглядывала, но пока по каким-то, ну понятно, по каким причинам ты не могла, а вот теперь можешь. На один номер, соответственно, возможность одного продукта есть взять, взять есть возможность. Ну, в общем, вы поняли. Еще, кстати, в моем заказе серии Дуан, вот эта увлажняющая тональная основа, у меня приятница ее постоянно заказывает для дочери, и вот такие вот два бальзама для губ, наконец-то, мне кажется, их долго не было, которые с белым центром. А вот они появились на складе, сразу же, да, в двойном экземпляре заказывают. Не для меня, а для приятельницы. Мопед не мой, я просто разместила объяву. А, кстати, еще в моем заказе серии Вонт вот эта отшелушивающая маска. Я чувствую, что в каждом заказе, да, можно будет, значит, что-нибудь докидывать из Вонт. Классная серия, я радуюсь не на радость. Я пока, кстати, не успела все-все-все попробовать, но она, знаете, обновляется очень быстро. Поэтому, конечно, тут надо прям серьезно подходить к этому вопросу, чтобы все перепробовать. И еще, кстати, в моем заказе новиночкой серии Oncala это вот такая палетка теней. Мне эта история с палеткой теней очень-очень нравится, потому что здесь настолько подобраны оттенки, что их можно миксовать между собой. Получается очень-очень красиво. Сейчас я вам покажу именно эту палеточку. Сейчас я ее тут открою, руки превращаются. Что-то она так запечатана капитально. Вот тебе и эконом. Эконом такой, что еще и пойди открой. Вот, открыла. Открыла. Вот, теперь точно открыла. Коробочка моего нелюбимого розового цвета. Не жалую я уж, извините. Но, кстати, очень похоже на свою предыдущую коробочку. Помните вот эту палетку из шоколадной серии? Мармеладной серии. Они выглядят внешне одинаково, но оттенки, соответственно, разные. Кстати, ой, у меня выпала вот такая защитная пленочка всегда есть у этого продукта. Значит, что здесь? Здесь спонжик. Но я обычно не пользуюсь. И здесь вот такие вот оттеночки. Опять-таки, мой не очень жалуемый розовый. Но его можно там как-нибудь подтушевать. Нет, это не политика двойных стандартов. Просто я не очень, не очень. Хотя, видите, он с шиммером. То есть здесь, что хорошо в этой палетке? Что здесь есть оттенки и с шиммером, и без. Очень красиво. Ну, то есть с блёсточками и без. И, кстати, чем она ещё отличается вот от этой палетки? Смотрите, вот в этой палетке, в шоколадной, и в предыдущих двух синих палеточках. Вот здесь вот в нижнем ряду, то есть здесь идут тени, тени, тени. А в нижнем ряду шли тени для бровей. А в этой палетке теней для бровей нет. Здесь, то есть, только тени для век. И, кстати, да, ну прям видно, вот такая здесь золотая осень, можно сказать. Вот под корей глаза же, идеально же, идеально же. Вот, а здесь прям такое игривое лето. И, да, есть даже вот такая шпаргалочка, как наносить, как тушевать, для того, чтобы было очень... Ну и так у вас всё красиво. Но чтобы было ещё красивее, правда? И это же пределы совершенства. Поэтому очень советую. Мне нравятся вот эти палетки. Я их с удовольствием с собой в путешествие беру. И, кстати, тут прям, да, по ямочкам можно понять, что больше в ходу. Вот тени для бровей не очень нравятся. Они пусть и сухие, в отличие, там, допустим, от помады для бровей. Но очень делают красивые брови. Я когда их нарисую, значит, ну, например, перед тем, как к вам выйти, мне маман всегда мне подкатывает. Она такая, о, черная бровь, черное око. Я говорю, ну, а что, а что, а что? Я вот тенями мне нравится. Я не делаю татуаж, и у меня свои брови достаточно светлые, как и ресницы. Ну, а нарисовать же можно под любой образ. И, кстати, чем мне нравятся ещё тени для бровей, что можно всегда, да, хочешь брови потолще, хочешь повыразительнее, хочешь посветлее. Тут вот ты всегда можешь сама контролировать ситуацию. Так, и ещё, ой, в моём заказе ещё, кстати, полкоробки, вы будете смеяться, но были вот эти вот штуки. Это из распродажи мочалочки. Они мне очень понравились. Честно говоря, думала, они значительно меньше, но они такие вот размером почти что с мою голову. Очень симпатичное здесь солнышко с облаками. Кстати, можно вот как раз-таки с детской серии и компоновать. Можно со взрослой серией компоновать. Но, по-моему, очень миленькая, забавная. Она как обычная такая губочка, а вот здесь вот солнышко такое украшено. Классное, да? Ну, такое. Что-то очень весёленькое, на мой взгляд. И что ещё в моём заказе? Это, конечно, велнос. Вроде бы всё показала. Велнос, 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 велнос. Без велнос никуда. У меня что в заказе из велнос? Это супчик. Спаржу что-то все слопали. Пока нет на складе. Ну, у нас, во всяком случае. Но есть томаты, слава богу. Потому что лето летом, а всё равно, как это, да, любовь приходит и уходит. А кушать хочется всегда. А кушать хочется и весной, и осенью, и летом, и зимой. Поэтому кому не хочется заморачиваться и варить там кастрюлю борща, или кому просто тупо некогда, очень полезный супчик есть у нас в серии велнос. Можно сказать, запарил там в стаканчике. Оно там само, да, вот как с очищающим средством. И тебе вкусно. А самое главное, не калорийно. И можно есть... Как у меня спросили, а сколько можно в день? Говорю, ну это ж не лекарство, чтобы у тебя там был передоз супа. Но ты же вот не отмеряешь количество ложек борща, который ты ешь. Ну вот сколько тебе хочется, столько, в общем-то, и ешь. Но мера, друзья мои, мера, конечно, тоже важна. Как показала практика, если... Может быть, всё, что угодно вкусное. Может быть, всё, что угодно, там, каким-то полезным. Но даже суперполезное, если не знать меры, оно уже может превратиться в неполезный. Я сегодня прям капитан очевидный. Ну а что поделать, что поделать? Ну и, конечно, из-за велнос еще пэки. Женский, мужской пэк, всему голова. И так забавно, мои настолько привыкли к волнос-пэк, да, что с утра, вернее, чтобы с утра не забыть выпить, уже с вечера такие, значит, готовят каждый там на своем месте, где сидит, выкладывают там по пакетику, чтобы вот не забыть. Я считаю, что это очень хорошая такая культивируемая нами правильная привычка. Для тех, кто сейчас будет, значит, возражать мне, что вот выпил стакан воды и, значит, все минералы уже вам не, потому что я живу в экологически там чистом районе. Ну, я в смысле про вас, я-то нет. Я могу сразу сказать, что все из земли уже давным-давно вымыто, и из еды мы все равно не получаем столько, сколько нам нужно, чтобы, да, функциклировать, как говорят некоторые, нормально. Поэтому, конечно, выбор за вами, я не настаиваю, и вообще все, что я показываю, это не какая-то настоятельная рекомендация, я просто делюсь своим опытом, да, соответственно, мы все сами люди взрослые, кому что-то нравится, кому что-то не нравится. И, кстати, очень интересно читать отзывы, потому что мы настолько разные, что то, что нравится мне, абсолютно, может, не нравится кому-то другому, да, и наоборот. Где я там, может быть, и не очень-то прониклась, а люди говорят лучше, я ничего не слышала. Особенно, что касаемо ароматов, да, вот есть серия ароматов у нас, которые, ну, для меня они не привлекательны. А вот мои знакомые, особенно вот такие маминой подруги, да, сын маминой подруги, вот они очень-очень прям говорят, вот это потрясающе, это потрясающе. Думаю, ну, да, наверное, потрясающе, просто, ну, меня пока не так потрясает. Меня потрясает что-то другое. Так вот, желаю, чтобы потрясения были только со знаком плюс, со знаком минус уже были. И яркого лета. Впереди у нас, в конце концов, еще два месяца. Если этот месяц как-то вы случайно пропустили, то не пропустите следующие два, потому что потом уже будет осень, и, возможно, без бабьего лета. Поэтому, да, берем от лета все по максимуму, но при этом, да, знаем миру во всем. Я с вами прощаюсь, но, кстати, ненадолго, буквально через пару недель я снова вернусь с заказом уже по, получается, десятому каталогу. Время летит достаточно быстро, но и Ари Флейм, знаете, не теряется всегда, знает, что предложить. Поэтому, друзья, спасибо за лайки, спасибо за подписки, спасибо за комментарии. Нас уже почти, кстати, тысяча, пользуясь случаем, огромное спасибо, что вы со мной, и мне это очень-очень нравится, и мне это очень-очень приятно. Поэтому до скорых встреч с вами в новых эфирах. Всем пока!